Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о условиях. И в этом занятии мы рассмотрим 4 основные задачи, которые можно будет применить в реальной жизни. Первое, что нам необходимо дать, это переменные. Мы зададим переменные i, которые у нас будет вайт для оценок. И вторая переменная у нас будет z, типа string, который будет вводить текстовое окно в MessageBox. Далее нам необходимо для переменной i по формуле задать случайное число. Берем int, это формула, которая округляет значение до целого. Далее мы пишем rnd, умножаем на 5. rnd это у нас случайное число от 0 до 1. И тем самым на выходе мы будем получать случайное число от 0 до 1. Сейчас видите, в окне Locals, как они меняются. Теперь нам необходимо прописать само условие и вывести его в MessageBox. Мы пишем если i у нас больше или равно 3, тогда это зачет. Значит мы пишем z, равно. И закрываем условие and if. Далее выводим его в MessageBox. Если мы пошагово запустим MacLoss, мы увидим, что у нас сейчас значение переменной единицы, значит зачет не будет. Поэтому операция не заходит вовнутрь. Еще раз запускаем. Сейчас 4. Сейчас у нас программа заходит вовнутрь, берет значение z, считывает его и передает в MessageBox. Задача номер 2 будет заключаться в следующем. Нам необходимо поставить оценки, если двойка это неудовлетворительно, если тройка удовлетворительно, если 4 хорошо и 5 отлично. Если значение меньше двойки, это тоже неудовлетворительно. Поэтому мы можем сделать несколько вариантов написания данной задачи. Самое простое это сделать несколько таких же условий, прописать их и задать значение. То есть здесь мы запишем, если у нас значение меньше или равно 2, тогда это у нас получается неуд. Дальше, если равно 3, это у нас удовлетворительно. Если равно 4, это у нас хорошо. Если равно 5, это у нас отлично. Так, теперь давайте по шагу выполним макрос и проверим, как это работает. То есть на входе у нас единицы, это меньше двойки. Она проверила, зашла в это условие. Далее проверяет и пишет неудовлетворительно. Если на входе у нас, допустим, тройка, у нас все равно будут все условия проверены. Это не всегда очень удобно с точки зрения скорости работы программы. Именно поэтому у нас есть оператор, который называется else if, и его можно использовать за место вот этих аргументов and if. Давайте напишем его. То есть мы пишем else if. То есть если первое условие не выполнено, тогда выполняем второе. Проверяем точнее второе. Если же первое условие выполнено, то его проверять не нужно. Мы его меняем. За место if вставим. А and if у нас закрывается только в конце. То есть такая конструкция более гибкая. Выполняем задачу. Проверяем. У нас на входе 5. То есть здесь мы все проверили. На выходе получили отлично. Окей. Еще раз запускаем процедуру. Получаем 4. То есть мы проверили четверку. И у нас сразу перескочило на последний аргумент and if. Теперь мы добавим еще одну переменную, которая у нас будет называться j. Она также будет иметь тип данных byte. И по тому же принципу, что и здесь у нас она будет получать значение. То есть у нас также int, rnd, умноженное на 5 и плюс 1. Отлично. Теперь нам необходимо прописать условия. В том случае, если оба из значений будут больше, чем 3, тогда у нас будет зачет. Для этого мы пишем первое условие. Если ячейка i больше 3, если переменная i получается больше 3, дальше мы пишем оператор and, что в русском языке переводится как i, и ячейка j больше 3, тогда z равна зачет. И закрываем and if. Запускаем макрос. Видим, не зачет. Проверяем на входе, что у нас. Переменная j3, 2. Сейчас условие выполнено не будет. 5, 4. Вот сейчас условие выполнено, и теперь она зайдет повнутрь, и переменная z получит аргумент зачет. Далее нам необходимо проверить, если одна из оценок больше 4, тогда допуск. То есть, мы ставим значение 4, а за место аргумента and ставим аргумент or, обозначается или. Если одно из значений будет выполнено, тогда переменная z получит свое значение и выведется в message box. Проверяем. Так, у нас с 1 и 3 ни одно из условий не выполнено. 5, 4. Оба условия выполнены. И, соответственно, сейчас будет выведен зачет. Если у нас, как сейчас, 2,5, тогда мы проверяем макрос, зачет. С вами был Полянский Алексей. Подписывайтесь на канал, впереди будет много интересного. До связи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...